Участие российских спортсменов в чемпионате Европы по водным видам спорта в шотландском городе Глазго видновчане наблюдали с особым интересом не случайно. Наш земляк Евгений Рылов был одним из тех, на кого возлагались большие надежды. И Женя их оправдал. Сейчас все уже дома, у спортсменов короткий отдых, а в нашей студии директор оздоровительного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе. Можно сказать, крестная нашего именитого спортсмена. Добрый вечер. Добрый вечер. Гульнара Джамаловна, расскажите, чем эти соревнования были особенными? Эти соревнования для нас были очень, очень, они нам очень нужны были. Да, они особенны были действительно потому, что мы прошли реабилитацию, полгода проходили реабилитацию и должны были понять, действительно ли сработало то, что не сделали операцию, а физиотерапия обошлись с Евгением. Это была такая большая ответственность. Это было первое, первое большое соревнование. И мы были все рады. Мы просто рады были, ликовали, что операция не понадобилась. А серьезные проблемы были какие-то? У нас были очень серьезные проблемы с суставом и предлагали сделать здесь нам операцию. Мы прошли в Германии несколько терминов и не дали стопроцентную гарантию, но сказали, ну процентов на 90, если не сделаем операцию, он будет также плавать хорошо, показывать рекорды, а после операции неизвестно. И вот мы рискнули. Мы рискнули, мы не сделали операцию. И это оправдалось, наверное, Господь Бог на нашей стороне все-таки. Кто-то вам помогал в этом? Конечно, нам помогали. Кстати, этот вопрос. Хочется сказать огромное спасибо Денису Мантурову. Это председатель Высшего наблюдательного совета по плаванию. Благодаря ему мы оперативно смогли получить финансирование и отправить Евгения в Германию на лечение. Огромное ему спасибо. А все остальные морально поддерживали. Вот, кстати, о моральной поддержке. Насколько важна хорошая моральная поддержка на месте? Вот я знаю, что Вы всегда ездите вместе с Женей на соревнования. Она необходима. И не только с Женей. Вот мы же ездим поддерживать Женю. Нам спасибо говорят ребята и Чубкова, и Ефимова Машут, и Фесикова, потому что ты поддерживаешь свою страну, ты поддерживаешь своего спортсмена, и это драйв для них. Они понимают. Они понимают это. Значит, Вы не только Женю поддерживали. Конечно, всю страну, всех ребят. Планы и перспективы. Какие планы? Да. Ну, впереди это чемпионат мира, и хотелось бы, не хотелось, а мы обязаны взять золотую медаль на чемпионате мира, и они одну. Перспектива. Хотелось, чтобы Иван Гирев вышел на чемпионат мира, и мы тоже надеемся на золотую медаль. Тоже наш. Да, тоже наш. Он закончил сейчас 11 классов. В связи с некими болезнями мы не смогли выступить, но я думаю, за ним есть большое будущее. А, конечно, перспектива, и к чему мы стремимся, это олимпийские медали. И что все трое ребят, которые у нас занимаются, это из области фантастики, но мы хотим это, и мы надеемся, мы даже верим, что все они вышли на олимпиаду, взяли. Что еще раз говорит о том, что даже в маленьком бассейне можно воспитать больших чемпионов. Можно. Спасибо вам большое за интересную беседу, а я напомню, что в нашей студии была Гульнара Романадзе, директор оздоровительного центра «Дельфин». Спасибо.